Как бы связано с принятием царем 22 октября 1721 года титула императора. Такая стилистика активно использовалась в триумфальных сооружениях Петровского времени. На ступенях трона стояли четыре бронзовые фигуры почти в человеческий рост. В головах находились две женские фигуры. Одна, представляющая скорбящую Россию, держит платок, которым она утирает слезы, и щит с московским гербом. Другая, олицетворяющая Европу, горюет о потере столь великого монарха. Мужские фигуры были помещены в ногах. Это Марс со щитом, украшенным российским гербом. Марс в ногах у Петра. Марс. Это какой-то вообще Марс. Ну, я говорю, что Петр был язычником. Марс в ногах у Петра. Гербом символизирует полководческие таланты усопшего и Геркулес с палицей. Геркулес и Марс в ногах у Петра. Вы не хотите поставить Марс и Геркулес? Вот у вас сейчас приходит куча этих мешочков. Ну, мешочек и фигурка Зевса и Геркулеса. Створяет мужское начало и силу. У стен были установлены мраморные пирамиды с пьедесталами из яшмы, украшенные бронзовыми рамами и мраморными аллегорическими фигурами. Давайте я вам зачитаю Феофана Прокоповича. Открываем 53-ю страницу, где он описывает эти аллегорические пирамиды. По правую сторону всего высокопечального трона на первой пирамиде была поставлена трофея церковная или исповедование веры. Содержание сей пирамиды было ситцевое. Сверху той пирамиды была смерть. Я же держала имя связанное, его императорского величества, надпись же пирамиды сей, от попечения о церкви, именем и делом Петру Верховному под Рожавой, боговенчный верх наш Петр, остави нас. Ревнитель благочестия, рачитель исправления, суеверие и лицемерие ненавистник. Уже нища церковной Христе утеши не фигура. Я же представляет время. Можно, конечно, просматривать эти гравюры, но они не очень хорошего разрешения. Я так понимаю, просто на этих пирамидах были языческие божества, ну вот Феофан Прокопович, это, кстати, архиепископ Новгородский, между прочим, описывая этих языческих истуканов, оправдывает их аллегорию. Вы представляете себе? Внимание, гроб Петра на улицу выносили не через дверь, а через окно по специально сделанному крыльцу. Вы себе представляете? Через окно. Я даже не знаю, какая религия разрешает или призывает, или где закономерно вынести человека через окно. Это же нужно так придумать, а? Зевс в ногах и гроб выносит через окно. Понимаете, что в церемонии прощания, церемонии погребения Петра I было всё? И язычество, и католичество, и славянство. Вот всё кроме... Вот шалом украинцев, видите, в Москве нет единого понятия религии. Там нет ничего. Они как бы натасканы на разных богов, да? Ну, как бы понятия о не разных богах имеют, но понятия какой-то истинной религии в Москве нет. Православие. Можно, конечно, рассмотреть всю процессию целиком. Я думаю, там тоже будет очень много интересного, помимо факельного шествия, всяких летаврщиков, знаменосцев. Одних солдат было более 10 тысяч человек. Всё это описание есть в свободном доступе. И вот эта процессия из Зимнего дворца по Неве прибыла в Петропавловскую крепость. И в связи с тем, что собор якобы ещё не был достроен, в центре его приготовили маленькую деревянную церковь, в которую и внесли тело императора и царевны. Повторяю, в недостроенном соборе была возведена деревянная церковь, готовой могиле. Сердце с мозгом закладывались в серебряную вазу со спиртом, к которой припаивалась крышка. Прочие же внутренности, так называемая утроба, помещались в дубовый ящик, внутри обитый свинцом и запирающейся выдвижной крышкой. Урный ящик обшивались чёрным сукном и перевязывались серебряным шнуром. Оба сосуда оставались до момента захоронения в комнате бальзонирования, охраняемые часовым. После назначения дня их погребения внутренние органы везли на двух траурных каретах. Две шнурные такие. Закрывали мраморной доской, наравне с дном могилы. Вот, видите, получается... Это, получается, как бы саркофаг, ну, это похоронное место, да, опускает в него гроб. А под гробом ещё один маленький, маленький, так сказать, как сказать, ларёк, ларец. И в нём лежат внутренности. Представляете, тут, получается, как Ленин, да, ну, просто, как бы, коробка от человека. А здесь мозги, там, печёнка, лёгкие. Представляете? Я не знаю, как это же православная церковь вот так вот всё это освещает. «М��?» Вот так вот сейчас.